Всем привет! О, даже громко, в принципе. Так, ладно, начнем немножко с задержкой, но там потом перекус, поэтому я вас, скорее всего, чуть-чуть задержу. Да, меня уже, в общем-то, представили. Меня зовут Александр Тарасов. Я работаю в стартапе британском, который называется Anomani. Соответственно, меня можно найти в различного рода соцсетях. И имя у меня в этих всех соцсетях консистентно. Периодически я пишу какие-то статьи на Dizon или Hubber. Соответственно, их тоже можно найти и почитать. Сегодня мы с вами поговорим про то, как мы мигрировали нашу инфраструктуру с экосистемы Mezos на экосистему Kubernetes. Перед докладом я обычно всегда вставляю вот этот слайд, в котором есть некоторый отказ от ответственности. И самое главное здесь идея в том, что за все ваши действия ответственность несете только вы сами. Также у меня есть второй слайд подобного рода, что это доклад не про Mezos, это доклад не про Kubernetes. И каких-то модных хайповых инструментов не будет. Мы будем рассказывать про тот опыт, который у нас есть. Вот такой вопрос. А есть здесь те, кто работал с Mezos, вообще знает, что это такое? Рукоморки? Ага. А, знаете. Тоже неплохо. А Kubernetes? Чуть побольше. Ну, это очевидно. Есть те, кто с обоими системами работал и был опыт? Ну, нет. Ну, такое тоже бывает. Значит, вообще, прежде чем начинать о чем-то рассказывать, нужно задать себе вопрос, зачем мы вообще все это делаем. Вот. И чтобы понять это, нам нужно рассказать о том, кто мы такие. Ну, собственно говоря, мы не банк для бизнеса. Мы мобильное приложение, которое предоставляет себе собой некоторый ассистент, который помогает малому и среднему бизнесу в ведении их дел через мобильное приложение. Наиболее такой, скажем, близкий аналог, если вы знаете, то в России есть банк-точка. С технической точки зрения мы это больше, чем 40 сервисов различного рода, которые у нас крутятся. У нас больше 10 интеграций с партнерами. Все это разрабатывает 6 независимых друг от друга команд. И у нас там больше десятка тестовых сред для разного рода собственных каких-то прогонов тестов, нагрузочных тестов, разработки и так далее. Где-то тут вот в бэкграунде есть наша такая архитектурная схема, обфуссированная. Там вот видно все эти взаимосвязи различного рода между сервисами. Типичная такая звезда смерти в миниатюре. Значит, долгое время мы работали, вот все это великолепие, оно работало на этой связке и с Мезосом, Марафоном и Хроносом. То есть здесь вопрос как бы в том, почему мы вообще выбрали Мезос. И причина номер один здесь в том, что когда ребята начинали все это делать, была экспертиза. Ну вот надо было на чем-то развернуть все сервисы, которые разрабатывались, и вот у ребят была экспертиза в Мезосе. Я бы хотел бы здесь назвать какую-то вторую причину, но ее не будет. Ну вот бывает в жизни так, что вот если у вас разработчики на питоне, соответственно будет весь продукт тоже на питоне написан. Или на джаве, если есть разработчики на джаве. Вопрос, почему Кубернетес несколько более интересный. И первая причина здесь, как ни странно, та же самая. Мы посмотрели на рынок и увидели то, что, ну, во-первых, специалистов, которые знают Кубернетес гораздо больше. Так, у нас есть отдельная команда администраторов из отдельной компании, которая сопровождает наши среды. И у ней тоже больше экспертизы у работников именно в Кубернетесе. И поэтому мы решили посмотреть, а почему бы нет. То есть раз уж так вышло на рынке на текущий момент. Второе – это фичи, конечно же. То есть мы посмотрели, как реализованы фичи в Мезосе и в Кубернетесе и поняли, что в Кубернетесе они реализованы более человечно, скажем так. И третье – это перспектива. То есть на тот момент, когда выбирали там Мезос или не Мезос, еще не было понятно, кто, в общем-то, в этой гонке различного рода оркестраторов вообще выигрывает. Сейчас более-менее становится понятно в том, что Кубернетес занимает лидирующие позиции, и это наиболее перспективное решение. И так как мы можем, в принципе, вот сейчас взять и перейти на него, у нас еще есть для этого ресурсы, там не так много сервисов, не так много команд и так далее, мы решили, почему бы и нет. И прежде чем вообще мигрировать, мы сформировали для себя некоторые принципы миграции, которые нам помогут и которые нам важны. Ну вот первый принцип – это незаметно для пользователя. То есть понятно, что мы стартап, самое главное нам привлекать пользователей, они должны нам нести денежки, как вот эта лошадка. И поэтому пользователю не важно, на чем крутится ваша инфраструктура, на Мезосе, на Кубернетесе, на Маде, на чем еще угодно, поэтому миграцию они заметить не должны. Второе, точно так же, так как мы стартап, команды должны продолжать деливерить фичи в том же самом темпе. То есть во время миграции темп разработки снижаться не должен. И чтобы это сделать, мы решили то, что мы… процесс текущий деплоймента, который у нас есть, он должен претерпеть минимальные изменения, ну в том числе и инструментарий разработчиков, которым они работают. Удалось ли нам эти все три принципа выполнить, выполнить, мы узнаем ближе к концу доклада. Ну начнем мы с того, что нам нужно подготовиться к миграции, и здесь мы поговорим про такое понятие, как абстракция, и вообще почему мы к ней пришли. Для этого нужно понимать, как обычно нам продают, даже не предоставляют, а скорее продают деплоймент. Ну вот вы берете такие, смотрите какой-то мануал, и вам говорят, у нас есть клевые там пас решения, вы напишите маленький ямлик, сделаете apply, и у вас все будет работать там магическим образом где-то в облаке. Все, вот идешь там смотришь, localhost 8080, ваше приложение работает и задеплойено. На самом деле деплоймент для меня это несколько больше, это как некоторый процесс, то есть есть, скорее всего, у вас какие-то BD, на них есть миграции, вы хотите какой-то иметь постконтроль, вы хотите откатывать эти миграции, если вдруг что-то пошло не так. Это и тестирование в том числе, тоже является процессом деплоймента, оповещение, какие-то алерты, графики, мониторинг, какие-то подобные вещи. Вот. И здесь надо сказать, как деплоим мы. У нас есть тоже различные рода шаги. Например, мы для каждого сервиса проверяем, если нет, скажем, пользователя для него базы, то мы его создаем. Это автоматическая такая проверка. Мы накатываем миграции, накатываем сервисы, накатываем различного рода бачи, бачевые джабы, которые работают в фоне, запускаем тесты на каких-то разных этапах и по пути кидаем сообщения и алерты. Вот такие вот типовые шаги для деплоймента типового сервиса, который у нас есть. Если посмотреть это схематично, то все достаточно здесь просто, что на каждый комитмастер у нас собирается новая сборка, она накатывается на тестовые среды, там прогоняются миграции, если все хорошо, то после этого либо автоматом, либо разработчик ответственный может нажать на еще одну кнопочку, и эта версия сервиса, она благополучно точно так же приедет в продакшн. Там пройдет какие-то тоже миграции, возможно, навесятся мониторинг и прочие вещи, которые нужны для сопровождения в промышленной среде вашего сервиса. Если посмотреть деплоймент в терминах мезоса, который мы использовали, то, скажем, миграция – это одноразовый таск в хроносе. Хронос – это такая штука, фреймворк над мезосом, который позволяет запускать джебы какие-то, бачевые задачи, с некоторой периодичностью, либо один раз. То есть сервис – это long running task в марафоне, а марафон – это фреймворк тоже над мезосом, который позволяет, по сути дела, запускать ваши сервисы, то есть долго живущие какие-то задачи. Ну и крон-жоп – это периодический таск в хроносе. Если на это все посмотреть, то на самом деле типовой сервис – это просто набор джейсонов, каких-то, которые вы там должны написать и задеплой. Однако здесь есть некоторые проблемы. Если мы начинаем писать эти джейсоны сами или даем разработчикам возможность их писать, то у нас первая проблема – это много boilerplate. Те, кто хоть раз видел там различные роды конфиги для кубернетаса или для мезоса, знают, что там достаточно много разного рода, в том числе служебной информации. То есть мы каждый раз пишем какие-то вещи, которые на самом деле для всех сервисов одинаковые. Вторая часть – это то, что это жесткий формат манифестов. То есть, например, мы написали манифесты для марафона, и после этого мы не знаем, что с ними делать дальше. То есть если мы захотим намигрироваться на тот же самый кубернетас, то применить мы их не можем. То есть они работают только для марафона, и все, и больше ни для чего. И даже более того, если вдруг меняется какой-то формат этих манифестов в рамках оркестратора, вам нужно тоже его везде-везде поддерживать. То есть поле какое-то исчезает, скажем так, из формата, а вы должны по всем сервисам пробежаться и его выпилить по-хорошему. Ну и понятное дело, что, так как я уже сказал, что дипломат – это не только мезос, но и гораздо больше. Например, в нашем случае мы тесты на мезосе не запускали, это были отдельные какие-то фреймворки. Сообщение alert – это тоже были отдельные системы, которые от мезоса были отвязаны, но в них нужно тоже было добавлять какие-то штуки, которые нам нужны. Поэтому мы такие посидели, посмотрели, поняли, что нам нужен какой-то мета-инструмент, тот, который будет делать за нас вот эти вот генерации вот этих вот файлов. И придумали изначально свой манифест, некоторый свой формат. Ну вот, дальше этот формат, как мы взяли Ansible, можно взять любой другой тул, можете сами написать, если хотите. Значит, Ansible просто берет, читает этот формат в нашем формате Ямла и генерирует набор артефактов для этого сервиса, какой ему нужен. Вот, например, возьмем там типовой пример. Есть здесь манифест некоторого приложения, у него есть, соответственно, название, оно уникально в рамках всех сервисов, которые у нас есть. Понятное дело, что нам в любом случае нужно описать ресурсы для нашего сервиса, без этого мы обойтись не можем, хотя тоже можно вести какое-то, понять там дефолтного ресурса, например. Но как бы в среднем все-таки сервис там отличается как-то потреблением их, и поэтому мы их вот прописываем в него. Дальше начинаются самые интересные вещи, например, такие как фичи в одну строку. То есть мы не хотим делать так, чтобы разработчик задумывался о том, а как мне подключить, скажем, Mongo или как мне подключить Rabbit очередь. Ему достаточно в своем манифесте прописать RMQ True. Значит, соответственно, этот сервис, он использует Rabbit, и ему как-то в этот сервис при диплойменте придут необходимые креденшалы для подключения, собственно говоря, к очереди этой. Да, соответственно. Или там, если он укажет Mongo, то у него перед тем, как задеплоить новую версию приложения, автоматически накатятся миграции на Mongo. То есть да, мы делаем миграции на Mongo. Ну и, например, для Postgres'а та же самая ситуация, она более такая типовая, типичная. Но вот перед запуском непосредственно сервиса сначала пройдет миграция, если она, соответственно, реализована и поддержана разработчиком. Более того, мы можем сгенерировать сразу различного рода, описать их в этом же формате, связанные с батч-таски. Например, вот в таком формате, что мы должны синхронизировать как-то пользователей. по некоторому расписанию и, соответственно, некоторая команда, которая выполняет эту синхронизацию. То есть тоже в каком-то таком формате унифицирован. Затем это все работает по принципу convention over configuration. Он достаточно простой, можно его любить, можно его ненавидеть, неважно. Но он заключается в следующем, что на самом деле мы не пишем весь этот boilerplate, все, что черным справа, это все boilerplate код, который писать больше разработчику не нужно. Мы его напишем за него, в принципе, в процессе там тимплейтинга этого файла, нашего манифеста. Как можно видеть, здесь есть некоторая, скажем так, стандартизация и унификация того, что у нас есть. Например, что должна быть определенная структура проекта, да, на гитхабе, скажем, для того, чтобы запустить правильно ваше питоновское приложение. Должен быть правильно сделан там имидж, должен быть с правильным именем, чтобы он подхватился. То есть это все стандартизирует вещи, не надо для этого писать какие-то гайды. То есть просто без этого ваш сервис не будет работать, он даже в тестовую среду не въедет, например. Плюс Ansible дает довольно прикольные вещи разного рода, то есть у него есть возможность поддерживать дефолтные переменные, скажем, вы не хотите, чтобы ваши манифесты пухле были маленькими. Вы знаете, скажем, что для большинства ваших сервисов там, ну вот команда запуска должна быть такой в определенном шаблоне, да, и вы это описываете в дефолтные значения. Могут быть какие-то значения, которые приходят и уникальные там для тестовой среды или для продакшена. И более того, могут приходить какие-то настройки, которые вот как раз таки определяются фичами. Такими, когда пишете, что вам нужно Rabbit поддержать, скажем, или Postgres. Соответственно, манифест будет обработан таким образом, чтобы итоговый файл, он соответствовал тому, что вы хотите. То есть уже содержал необходимые вам значения. Далее это все оборачивается весь этот Tensible в такой сашничек небольшой, в котором, в общем-то, все предельно понятно, что я хочу задеплоить там на тестовую среду некоторый аппликейшинг под именем HCN с версией 1.0.0. И все, как бы после этого вся эта магия заработает. Если вообще посмотреть, что мы с вами сделали здесь, о чем мы с вами поговорили, то мы увидим, что у нас есть некоторый shell скрипт, который берет яму с настройками, и он также принимает некоторый контекст, передает его в Ansible, который генерирует правильную команду по запуску плейбука, и после этого генерирует набор артефактов для экосистемы Mezos. Если мы здесь посмотрим, то я вообще люблю такие системы, которые собираются как бы из кирпичиков, сами по себе, то мы поймем, что Mezos в нашем случае это просто бэкэнд какой-то. То есть то, что мы можем взять, собственно говоря, и заменить. Поэтому мы можем без проблем взять и написать еще одну реализацию. То есть там у нас одинаковый интерфейс запуска, у нас некоторый формат нашего Ямла, и на все, что нам нужно сделать, написать еще одну реализацию для Kubernetes, которая сгенерирует похожим образом артефакты уже для другого, соответственно, оркестратора. Ну вот это пример, скажем, тот же самый манифест мы взяли, и это пример его преобразования в диплоймент кубернетеса. То есть тут видно, что все это черное, опять-таки, это весь boilerplate, который нужно написать, если вы хотите, что задеплойт в кубернетес. В нашем случае мы используем информацию из манифеста для того, чтобы его сгенерировать. Да, тут он с некоторыми пропусками написан, по такту он еще там гораздо больше. Соответственно, это позволяет экономить нам. Но в принципе, то есть мы просто, мы даже можем не менять наш формат манифеста, здесь самое главное, которое мы написали, просто подменили имплементацию. Значит, мы сейчас также генерируем диплойменты и сервисы, и там выставляем сервисы наружу через ingress, тоже диплоим соответствующие yml файлы, генерируем манифесты для cronjob и в том числе для job и миграций. Все, что поменялось с точки зрения запуска, это изменился просто другой shell скрипт. Мы решили его поменять в названии, чтобы не вводить какие-то дополнительные параметры запуска и при этом разработчики, скажем так, не путали, что конкретно они хотят сделать, потому что название тестовых средств и название продакшенов мы оставили те же ими же самыми. Если взять выводы по первой части, то то, что мы сделали, это достаточно такой программистский прием, то есть мы взяли, добавили некоторый уровень абстракций, после этого скрыли за ней существующую реализацию и добавили альтернативную реализацию на кубернадосе. И вот теперь мы на самом деле готовы к тому, чтобы мигрировать. И начнем мы с хороших частей, то есть то, что у нас получилось легко и просто и чем мы довольны. Значит, помните наши принципы, которые я вначале говорил, это незаметно для клиентов, не мешая командам и не меняя процесс. Вот начнем мы со второго принципа, который называется не мешая командам. Как мы все сделали? То есть у нас был набор тестовых сред различных и мы их брали и переносили по одной. Ну, по сути дела, создавали ее клон. Если нужны были данные перенеси, то мы тоже и данные переносили, если это нам нужно было. Переносили это мы с помощью еще одной утилиты, которую мы себе написали, которая просто указывается, что вот возьми на тест среду некоторую тест X на кубернадосе, перенеси все файлы, все сервисы в некоторых версиях с такими-то параметрами, но на среду для кубернадоса. После этого, значит, мы среду, которую мы перенесли, мы ее на мезосе убивали. Потом мы добавили основные среды для тестирования, которые у нас тест и стейдж, и в конечном счете убили их. Если мы посмотреть на процесс разработки и то, как мы на него повлияли, то можно сказать, что существующие сервисы мы продолжали дорабатывать, как ни в чем не бывало, добавили за период миграции более 10 новых каких-то сервисов, которые прямо сразу же в Ямле, собственно говоря, описывались и деплолились одновременно на разные тестовые продакшен окружения, и скорость разработки у нас не уменьшилась. В принципе, мы этот принцип выполнили. Второй принцип – это незаметно для клиентов. Тут несколько все сложнее, поскольку нельзя просто так взять, выключить среду, сделать ее клон, значит, и у вас все будет работать. Во-первых, что мы сделали? Мы развернули две среды, соответственно, для Кубернетаса и для Мезоса, и в деплоймент таску добавили синхронизацию. То есть теперь, когда разработчик деплойал на продакшен, на самом деле он деплойал и на текущий продакшен в Мезосе, куда ходили клиенты, и на некоторый продакшен в Кубернетасе. Как-то вот так. То есть сервисы деплойались в оба места сразу, при этом клиенты ходили только на Мезос. В принципе, то есть вот этот класс Кубернетас – это полная копия как бы кластера Мезоса по программному обеспечению по софту. Дальше мы стали думать, как пользователей вообще переводить на новый кластер. То есть мы даже потестировали продакшен этот кластер на Кубе. Дальше мы стали думать, как переводить пользователей и решили, что такая схема нам не подойдет, поскольку там были разные базы развернуты. и эта схема в продакшен не пошла. Пошла другая схема. Соответственно, мы оставили источники данных одинаковыми для Мезоса и для Кубернетаса. Соответственно, развернули кластер такой же новый еще разочек идентичный Мезосовому кластеру. Задеплоили на него тот же самый набор приложений. Эти приложения через диплоймент автоматически приходили и на Мезос, и на Куб. Соответственно, после этого мы поставили обычный Nginx-овый балансировщик и по сути делали Blue Green Deployment. Такой аналог Blue Green Deployment, в котором у вас отличаются не версии сервисов, а версии инфраструктуры. Причем кардинально отличаются. И посервисно, потихонечку в Nginx-овом балансировщике делали все больше и больше весу кубового кластера и потихоньку перемели все-все сервисы на Куб. После этого разобрали кластер Мезоса с точки зрения приложений и последнее, что нам оставалось, там вот в уголке есть такое название как Хронос, который запускал наши крон-жибы, они ехали последними у нас. Мы их также по одному все перенесли в виде крон-жибов на Кубернетес и после этого можно сказать, что миграция была закончена. У нас на Мезосе ничего не осталось, ну кроме данных, которые там где-то отдельно крутятся. Вот. Если смотреть на то, как мы вообще с процессом поработали в этом плане, то что можно сказать, что во-первых, у нас в принципе подходы так или иначе не остались для разработчиков неизменными, что там ты shell script запускал, что здесь, что там у тебя был YAML файл, в который должен вносить, описывать свое приложение, что как бы здесь YAML файл этот не поменялся. Соответственно, скрипты у нас практически дипломата не изменились, поменялись некоторые ссылки на инфраструктурные сервисы, но это не прям никакая-то как катастрофа, то есть там была одна кибана по одному адресу, теперь стала другая, кибана просто по другому адресу. Какие дополнительные бонусы мы еще получили? Во-первых, в кубернетисе очень клевая концепция namespace, которая не была в Mezos, которая позволяет вам поделить доступ приложений, занятие ресурсы более гранулярные и так далее под некоторый банч приложений. И вот мы тестовые среды как раз-таки с помощью namespace делили. Ingress, Nginx-овая имплементация, это сервис, который выставляет на кубернетисе ваши сервисы наружу, то есть по умолчанию сервисы все снаружи недоступны, он гораздо проще показался, чем Marathon LB, а Marathon LB это, собственно говоря, идентичная штука, но для Mezos на экосистеме. Ну и, как ни странно, мы закрыли часть технического долга, то есть в процессе вот этого переезда оказалось, что у нас некоторые вещи захардкожены, где-то там кто-то прописал какие-то не те настройки, кто-то не соблюдал конвенцию, ну и так далее. Эти все вещи были пофикшены, ну просто-напросто, иначе оно не запускалось на новом кластере. Какие здесь можно сделать выводы? Ну, во-первых, мы смогли переехать незаметно для клиентов, у нас не было даунтаймов, во-вторых, влияние скорость разработки у нас оказалось минимальное, то есть мы ее в принципе не заметили, и процесс дипломента у нас принципиально не поменялся. Ну, то есть, если взять его так в более общем виде, то да, поменялась инфраструктурная часть, но остальное осталось тем же самым. Те же самые таски в TeamCity, те же самые манифесты, которые нужно написать и так далее. Теперь о том, значит, что было не очень в процессе миграции, с какими, скорее, трудностями мы столкнулись. Ну, во-первых, у абстракции это клевая тема, но как бы основная проблема любой абстракции, как знает любой разработчик, это то, что они протекают. Соответственно, сколько бы мы не хотели бы, чтобы в нашем Ямле не было никого дублирования, сделать нам это не получилось, да и мы не хотели. Ну, например, возьмем какие-нибудь бач-таски, соответственно, у них есть имя. То есть у нас была одна, у них есть точнее какие-то общие части, скажем, команда запуска, она не поменялась, она независимо от системы, где запускать этот, в принципе, таск. однако, например, вот имя в кроносе, оно вот было написано ребятами вот так вот, например, то есть апперкейсом, нижнее там подчеркивание и так далее. Ну, мы быстро поняли, что в кубернете все такое не пройдет. Во-первых, там есть ограничение на 32 символа на генерацию, значит, этого самого названия крон-джеба. Во-вторых, он не поддерживает нижнее подчеркивание, ему нужно только тире и там с маленькой, по-моему, буквы, только lowercase поддерживается и так далее. Ну, в общем, вот с такой некрасивой конструкцией мы какое-то время жили. Ну, мы решили не приводить все это дело к одному некоторому формату и оставили вот так какое-то время. Значит, второе, это с точки зрения запуска, да, то есть в хроносе используется вот такой вот формат, там, где поле schedule, значит, там используется формат ISO 8601, если я не ошибаюсь, с некоторыми там своими какими-то модификациями. В Kubernetes такого нет, там есть просто крон. Ну, соответственно, крон, он совсем не соответствует этому формату. Мы думали там написать, может, какие-то переводчики из одного в другое, например, с крона там генерировать этот schedule и наоборот из schedule генерировать крон. Потом забили на это и просто дублировали на время миграции оба значения. Следующее, это то, как сервисы выставляются наружу, то есть в Mezos мы использовали Marathon LB, а в Kubernetes это Ingress. Соответственно, опять-таки, изначально у нас были сделаны вот включения их по-разному, то есть там хапрокси групп нужно указать, там external или internal для Marathon для Ingress мы просто сделали там true, там стандарт, такую простую property. Те же самые пассы, они немножко по-другому указываются в первом и втором случае. Ну и некоторые фичи, например, такие как белые списки, мы вообще не стали делать в Mezos, поскольку задача пришла и мы решили просто поработать на будущее, так как там они поддержаны у нас не были в хапрокси, соответственно, имплементировали их уже только на Ingress. Все это правда временные трудности, то есть, ну да, это более громоздкая конфигурация, да, это необходимость тестировать и на Mezos, и на Кубе одновременно порой и некоторая дополнительная боль для девелоперов. Единственное, что здесь, конечно, скажем так, вселяет надежду, вселял надежду точнее, то, что это когда-то закончится, ну то есть в какой-то момент миграция пройдет и вы все старые вот эти вот настройки, которые были, с удовольствием выпилите и после этого использовать их не будете. Следующая часть, которая нам подводит, это инфраструктурные истории. Здесь достаточно все просто и, возможно, кто-то из вас с ними сталкивался. Ну, например, такая одна из историй это перегрузка Let's Encrypt. Все, наверное, знают, что Let's Encrypt позволяет вам выписать быстренько SSL сертификат, который вам нужен для некоторого домена. И, в общем, какая была проблема? В том, что указать-то его просто, ну, выписать сертификат. Две строчки указали в ingress файле и, в принципе, все. Однако, потом мы начали разворачивать множество тестовых сред и оказалось так, что вот у нас было 15 сервисов, было 10 тестовых сред, и надо было выписать примерно 150 сертификатов за несколько дней, и мы сразу же такие оп, и rate.ly вышли за границы ограничений по лимитам. Пошли и просто перешли на wildcard сертификаты, и после этого у нас эти проблемы исчезли. А до этого у нас на Мезосе все прекрасно работало. Дальше были с лимитами ресурсов, тоже есть свои некоторые заморочки. Например, мы первая имплементация, когда мы развернули, мы указали лимиты и реквесты на кубернатусе одними и теми же. Но в Мезосе вообще нет возможности указать реквесты и лимиты, насколько я знаю, ну, точнее в марафоне, то там можно указать просто количество ресурсов, которые вам необходимы для того, чтобы развернуть ваше приложение на ноде, но при этом залимитировать потребление того же самого CPU вы не можете на ноде. То есть он может потреблять больше, чем указано. В кубернатусе это можно сделать, и мы изначально пошли так, что вот взяли и подумали, ну, пусть реквесты равны лимитам. Наверное же, ребята выставляли марафонские значения со знанием дела. Оказалось так, что в общем это не так, и мы столкнулись с большими тормозами, поскольку был троттлинг в CPU, то есть некоторые показатели CPU не соответствовали на действительности, на Мезосе все это прекрасно работало, а на кубернатусе работать это не хотело. В итоге мы просто взяли и выставили корректные лимиты. Ну, пришлось посидеть, значит, поделать их, но не сразу пришло осознание того, что проблема именно в троттлинге CPU, например. Ну, будьте аккуратны. Третья история, с которой очень многие сталкиваются на кубе, когда на него переходят или когда его используют, когда вы пытаетесь, значит, кронжобами работать, мы решили, ну ладно, пусть там будет не марафоновский джоб, а кронжоб в кубернатусе. Какие могут быть проблемы? Оказалось так, что в хроносе, если вы не указываете конкурентность выполнения этих кронжобов, он вам поставит сразу же как бы по умолчанию в манифесте false, настройку для этого кронжоба, точнее. А в кубернатусе он разрешит выполнить конкурентные джобы по умолчанию, если вы ничего не указали. И, соответственно, у нас в один прекрасный момент, мы такие жили, не тужили, и в один момент, значит, на тестовых средах у нас стало запускаться большое количество кронжобов, потому что они не успевали обработать и запускались, например, каждую минуту. И постепенно расплодились по всей тестовой среде и благополучно нам ее повесили на некоторое время. Вот. Хорошо, что в тестовой среде не в продакшене. Лечиться это достаточно просто. Нужно указать concurrency policy for bit. И после этого такой проблемы не будет. Ну и, конечно, желательно читать документацию до того, как вы начинаете что-либо делать. Но по факту все эти истории, они, несмотря на свою простоту, они показывают то, что дьявол в деталях. То есть, да, конечно, концептуально оно все похоже. Концептуально везде есть ресурсы, концептуально везде есть какие-то краны, есть ваши сервисы и так далее. Но имплементация может быть слегка разной и, соответственно, это может приводить к довольно странным и интересным проблемам. Все это нас подводит к тому, что у нас еще были некоторые организационные истории. И первая история называется DevOps Engineer. Я на этом проекте, точнее, на этой миграции как раз-таки побывал в его шкуре, скажем так, потому что нужно было, соответственно, делать эту задачу. Я ее лидировал и, в общем, выполнил такую роль как бы DevOps Engineer. И я понял, что здесь есть огромная проблема. Она заключается в том, что вот если раньше я обычно всегда был с какой-то одной стороны, скорее всего, со стороны девелопмента, я, например, хорошо знал, как работает программное обеспечение, которое я же сам там написал, то в этом случае у меня были пробелы в знаниях того, как работают сервисы с одной стороны. И у нас была отдельная команда системных администраторов, которые владели тоже некоторыми тайными знаниями того, как это все сделано, с другой стороны. И вот это пробелы в знаниях тут и там, они реально вам мешают делать какие-то вещи быстрее и эффективнее. Для себя, правда, я здесь нашел то, что в какой-то момент я понял, что, скорее всего, один или с несколькими человеками мы эту задачу не потянем, поэтому нужно было организовать более командную работу, начинать привлекать лидов к тому, чтобы они сами участвовали в процессе миграции и подобных вещей, то есть закрывать эти пробелы в знаниях. А во-вторых, это просто погружение в предмет. То есть вы идете и читаете, как это все работает. Ну, или идете в сервисы, которые вы не писали и смотрите, как они работают. Изучаете это все, некоторые внутренности. Без этого задачу не выполнить. Вторая история заключается в том, что мы поняли, что у нас мало тестов. Вообще, когда вы мигрируете, вам на самом деле немножко страшно это делать. С точки зрения тестов, значит, мы поняли, что у нас не все сервисы и кейсы покрыты тестами, но я вот не знаю, есть те, у кого все сервисы и кейсы покрыты тестами? Вы знали? Ну, я думаю, что кто-то смело пытался поднять руку. Окей. Значит, дальше, что у нас нет тестов на продакшн на многие части, поскольку многие части завязаны какие-то финансовые вещи и на продакшн их потестировать не всегда просто или там сложно и так далее. Во-вторых, мы поняли, что у нас, в-третьих, точнее, мы поняли то, что у нас мало нагрузочных тестов. То есть их тоже недостаточно. Можно, конечно, было сесть, написать все эти тесты. Мы решили решить проблему с другого конца и вложились больше в логи, дашборды и алерты. То есть мы серьезно улучшили логирование, улучшили дашборды, написали алерты, которых не хватало. И в итоге провели, вот как я и рассказывал, такой аналог Blue Green Deployment. Это нам позволило, собственно говоря, не писать там экстренно все тесты для того, чтобы смигрировать и при этом не получить на продакшене там большое количество ошибок каких-то. Ну и третья история, она больше про внутреннее какое-то взаимодействие. Сколько бы документации не писали где-нибудь в Вики и прочие вещи, редко спасает, потому что документация начинает устаревать, ее всегда мало. И к вам все равно приходят по 10-15 раз на дню и что-то спрашивают. В принципе, мы решили проблему шаринга знаний следующим образом. То есть мы делали какие-то внутренние вебинары, презентации и прочие вещи. Писали какую-то документацию, которая в минимальном варианте, которая нужна. И, конечно, вам нужна небольшая толика терпения для того, чтобы отвечать на все эти вопросы и помогать ребятам. Через некоторое время поток вопросов он спадает и становится полегче в этом плане. То есть все просто привыкают к новой системе. Если выводы из этой части сделать, то они довольно простые. Все временные трудности, которые были в рамках нашей миграции, они временные и дьявола в деталях мы так или иначе победили. Вместо вывода здесь какого-то я понял, что в принципе вот эта задача показала, что есть такой для себя мы открыли некоторый универсальный фреймворк. Я вообще не люблю слово универсальный чего-либо. Но он выглядит именно так. Какой можно взять фреймворк для миграции? Это наш фреймворк. Что делать? Мы берем, вводим некоторый новый уровень абстракции. Затем закрываем реализацию этой абстракции. То есть переходим на работу с ней. После этого добавляем новую реализацию или несколько реализаций, которые вам нужны. Мало ли вдруг у вас задача жить в мультиклаудной такой среде и так далее. Тестируем новую реализацию поверх старой. Поскольку у нас есть старая реализация, мы всегда можем потестировать ее поверх новой. Понять там хуже, лучше она по времени, отклика, ошибками и прочим вещам. И после этого выпиливаем старую реализацию, если это необходимо. Мало ли может вы хотите сохранить старую реализацию для чего-либо и согласно ее дальше саппортить. Вот. В принципе мы можем повторить это все при необходимости. То есть один раз мы уже прошли путь и теперь мы можем пройти его еще несколько раз. Вот. Если захотим. Конечно. На этом у меня в принципе все и вы можете задавать свои вопросы. Я даже уложился во время. Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Собственно, я так понял из доклада, что основная цель перехода на кубер была в том, что он более хайповый и проще найти людей. Но по факту какой-то выигрыш вы получили в деньгах за клауд, в поддержке, в чем-то еще. То есть кроме того, что просто с ним возможно приятнее или проще работать или людей легче найти. Ну смотри, как бы основной бенефит именно в том, что во-первых, проще действительно найти людей, с ним проще работать, с кубернатусом, ну как мы посмотрели, чем с меморфоном. В-третьих, мы живем в Google Cloud, поэтому у нас сейчас первую миграцию мы сделали на собственный кластер, ну там в GCS, соответственно, собственный кластер мы развернули куба, сейчас у нас есть задача по переходу на GKE. Мы сразу в GKE не пошли, поскольку там были некоторые, то есть это и так большие риски по миграции какой-то, а использовать там сразу же клаудное решение мы просто побоялись, что какие-то вещи мы не сможем имплементировать. Поэтому дальше оно будет еще в том, что мы сможем еще и саппортить это все дело еще более просто, чем оно сейчас. Я понял. То есть у вас оба инфраструктуры были развернуты именно в своих application engine и Mezos и Cuber. Да. И сейчас как бы мы вот хотим как раз таки попробовать. Мы начали процесс сейчас того, чтобы пилотировать и пробовать GKE, в принципе, по ровно такому же принципу. Мы его запилотируем. А вот если в целом брать весь application engine Mezos с развернутой инфраструктурой и Cuber, что лучше в целом по памяти, по скорости и так далее и вообще? По скорости и по памяти ну смотри, сами приложения работают так же, как бы. Да, это понятно. Этих ноль. Разница в потреблении именно самим кубом ресурсов имеешь в виду по сравнению с Mezos. Мы смотрели в принципе по виртуалкам у нас получилось плюс-минус одинаково. Ну то есть там нет каких-то прям вот серьезных каких-то различий из того, что есть, но зато есть более скажем так богатые. То есть в общем-то мы шли не за тем, чтобы сэкономить виртуалки, а тем, чтобы получить более богатые функционалы с коробки в итоге. А сейчас для кубернетусовской экосистемы больше богатого функционалов с коробки, чем для Mezos. Ну по крайней мере так кажется с собственного взгляда. Ну мне по опыту работы с GKE тоже показалось, что он очень широкие возможности дает из коробки. Вот, а в GKE нам вообще можно отказаться от мастеров, насколько я помню, там Google сам менеджер и все это дело. И соответственно нам еще выигрыш по VM будет в итоге. Спасибо большое. Да, еще вопросики. У нас есть еще время. Я думаю. Александр, спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, не было ли проблем с кронджобами? Насколько я знаю, в кубере частота запуска кронджоб не может превышать одного, не чаще, раза в минуту. Да. А в Mezos есть ли такое ограничение и натыкались ли вы на него? В Mezos, точнее, давай так, а не в Mezos, а в Хроносе. Хронос, который запускает, там нет ограничений. У нас были джобы как раз таки, которые запускались каждые 30 секунд, например, или каждые 15 секунд. И в Хроносе они жили хорошо. В кубе, во-первых, нельзя выставить меньше минуты, соответственно. А во-вторых, если кронджоб запускается каждую минуту, это создает дополнительную нагрузку на кластер. Мы в итоге пришли к тому, что брали такие кронджобэк-класс, которые 15 секунд выполняются и заменили их просто демонами, которые в цикле выполняют действия с некоторым слип-счетчиком. То есть заменили на долгоживучие, да? Да, и это работает лучше, чем кроны короткоживущие в кубе. То есть если у вас есть кроны, которые запускаются раз в минуту, то лучше их заменить реально на демоны. Это попроще. Особенно, когда много тестовых средств. Мы в итоге даже сделали так, что на тестовых средствах мы кронджобы оставили только на части тестовых средств, ну там реально, где тесты там гоняются, например, интеграционные и тому подобные вещи. Вот, потому что большое количество кронджобов, оно плодит там еще джобы потом после себя, и это все дает довольно значительную нагрузку на кластер. То есть вот подъем контейнера, его создание, там потом менеджмент, чтобы его убрать и так далее. Поэтому лучше демоны, они проще. То есть надо просто коды немножко написать вместо там одной команды, которая у тебя будет запускаться. Но в принципе решается там простой утилиткой. Мы точно так же потом просто ввели класс вот в этом же манифесте, можно указать крон, мы добавили просто слово войска, такое даймон, и если ты указываешь даймон true, то он тебе создает вместо крона демон, соответственно. Понял. А еще небольшое уточнение в ту же тему, как быть синглтон джобами. То есть если несколько реприк одного и того же приложения запущены и на них предполагается запуск джоба, но она должна быть строго одной в каждый момент времени. Там есть, смотри, мы во-первых все эти диплоймент джобы, которые в демоне крутятся, это отдельные диплойменты по сути, не те, которые обрабатывают реал-тайм запросы от пользователей. Даже если это кодовая база одна может быть в сервисе, но по факту диплоймент юнит это другой, там есть рестарт апгрейд полиси, по-моему, и я не помню, как она там конкретно называется, с проперти, но она делает не роллинг апдейт стандартный, а ждет, пока один контейнер будет, соответственно, опущен и только после этого запускает новую версию этого контейнера. Ну и количество реприк один ставишь и это работает. Понял, спасибо. Давайте еще один вопросик, я думаю. Алексей, скажи, пожалуйста, такой организационный вопрос. Александр, ну ладно. Александр, простите, пожалуйста. Такой организационный вопрос. Получается, у вас достаточно много сервисов и у вас, я так понял, была и стала унификация в работе команд. И ты упомянул, что была проблема в переходе на новые стандарты, вы устраивали вебинары, а еще какие-то были процессы, потому что сложно перевести много команд, которые сами по себе независимы на новый процесс и какие сложности были? Ну, у нас команда независима в том плане, что они разрабатывают независимо, а инфраструктура у них у всех одна и та же. То есть это та точка, то есть мы, например, может быть процесс билда контейнера, свою команду, но при этом пайплайн доставки, он один для всех. Ну, там, с некоторыми вариациями, может быть, но эти вариации, они идут через параметризацию. То есть это не то, что ты пошел и сам пишешь свой диплоймент. Значит, ты берешь готовый диплоймент и адаптируешь свое приложение под него. То есть по факту есть некоторая вот этот вот convention over configuration, что тебе, скажем, там настройки или какой-нибудь endpoint, он тебе придет именно, вот, например, в environment variable. Ну, это как бы все знают об этом. То есть некоторая такая договоренность стандартизации. Вот, а дальше ты, в принципе, можешь, а сам у тебя сервис может быть написан так, как ты, как бы, ну, считаешь нужным. Но чаще всего люди все равно берут и используют какие-то общие библиотеки для этого или какие-то общие модули и так далее. То есть, в принципе, как бы мы как раз-таки процесс меняли по минимуму. То есть, например, там, скажем, передавался какой-нибудь там дефолтный тайм-аут для вызовов сервисов через environment variable. Он так и остался передаваться. Мы это не меняли, эти моменты. Поэтому сами аппликейшены, они там почти не потребовали доработки, там, по-моему, несколько буквально каких-то сервисов. У них были завязки там на мезосный вот этот вот порт 0. То есть, если кто работал с мезосными марафонами, он знает, что там иногда можно передать через переменную порт 0, на котором запускать приложение, да, на ком-порту. Вот. Некоторые сервисы были на это завязаны. В кубернатусе это не нужно, соответственно. И просто мы выпиливали это из командной строки, там дорабатывали сервисы. Но это буквально вот по минимуму работа. Я понял, да. То есть предыдущая унификация помогла. Спасибо. Еще есть вопрос. Или все? Ну, видимо, нет. Большое спасибо за доклад. Вам спасибо, что пришли. Вы на полисе подольше. Спасибо. 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 Спасибо.